Продолжение следует... 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 Что-то случилось с компьютером. Вас видно? Меня видно? Да, да, видно. Ушла эта желтая. Так вот, и в этой теории упругости сидит там сопромат в чистом виде. Ну, и если мы сделаем исторический экскурс в историю нашего строительства или человечества, то мы чаще всего использовали наши предки, использовали хрупкие материалы. И материалы с пластическими свойствами появились реально, с настоящими пластическими свойствами появились с появлением стали. Сталь появилась в Чикаго в позапрошлом веке, в конце позапрошлого века. Из них стали строить мосты, железные дороги. Естественно, там появлялись сначала не очень пластические металлы, но затем были достаточно пластические металлы. Если вам доведется съездить в Бруклин, посмотреть на первый Бруклинский мост в Нью-Йорке, вы увидите, что вот эти тросы, они оставлены американцами в том виде, в котором они были построены. Путем гальванизации они смогли, так сказать, убрать или очень сильно замедлить процесс ржавения материала. Ну, материал имеет способность, значит, окисляться. И ржавчина, которая появляется, говорит о том, что все это временно, когда это закончится. И гальванизация началась в начале прошлого века. И они ее после гальванизации сейчас, этот Бруклинский мост, один из первых мостов, красивейших мостов, вантово-балочных мостов, он гальванизируется до сих пор, не окрашивается, не полимеризуется полимерами. У нас есть полимерные краски. То есть, например, мост в Сан-Франциско, ворота, так сказать, Golden Gate, огромнейший мост, он уже не покрашен, он не гальванизирован, он покрашен именно полимерными красками. Почему? Потому что, ну, над водой это, естественно, происходит очень серьезный, значит, процесс окисления. Ну и, конечно же, очень много красивых мостов. В Турции есть такой же вантово-балочный мост. Но вернемся к нашим, значит, так сказать, баранам. У нас с вами есть прогибы Y и углы поворота FI. Y – это вертикальное в данном случае перемещение, оно может быть вертикальным, горизонтальным и так далее. Определяется чисто линейно. И записываем эти, так сказать, выражения в виде дифференциальной функции. Когда мы записали ее в виде дифференциальной функции, мы с вами получили окончательную формулу. Вот она крутится вот на этом слайде. И вот в этой дифференциальной формуле мы с вами видим, еще раз обращаем внимание, связь между прогибом и изгибающим моментом. То есть, если в общем виде рассматривать, то эта связь называется связь между перемещениями и внутренними силовыми факторами. А внутренние силовые факторы, в свою очередь, это представляет взаимоотношения между внешними силами и самими внутренними факторами. Таким образом, мы связываем внешнюю силу и перемещение. Что говорил Роберт Гук? Роберт Гук нам оставил документ, в котором он говорит, что существует закон, что если внешняя сила есть и она растет, например, ступенчатое, то и перемещение также линейно увеличивается. То есть, ступенчатое приложили нагрузку 500 килограммов, произошло перемещение на 1 миллиметр. Еще 500 килограммов, значит, еще дополнительно 1 миллиметр. И этот закон называется линейным. Поэтому, используя этот закон, у нас с вами уравнение дифференциальное, получается максимум второго порядка. Если мы вспомним, я обращал внимание на то, что у нас здесь с вами связь между прогибом и углом поворота, такова, что в дифференциале первая производная прогиба – это и есть его тангенс угла. Тангенс угла заменен самим углом, потому что, во-первых, мы ограничили прогиб, величина очень маленькая, ну и, естественно, угол поворота тоже, так сказать, величина маленькая, и связь у них между собой дифференциальна. Само уравнение изогнутой оси записывается в виде дифференциального соотношения второго порядка. Что же мы делаем? Мы умеем интегрировать. Ну, отынтегрировали его. И при интегрировании мы с вами получили постоянное интегрирование C и D. Математики говорят, что их надо находить из начальных условий. Да, где у нас начальные условия? В начале координат. Ливосторонняя система координат Z вправо, Y вниз, и мы с вами что видим? Мы видим, что в начале координат у нас есть опора. И в этом месте прогиб точно равен нулю, потому что мы опираем ее на основание, которое опирается, в свою очередь, на Землю. И основание, и Земля для нас являются опорной точкой или нулевой точкой. Но там разрешены углы поворота. Каких случаев, когда мы имеем шарнирные опоры? В нашем примере там защемление, поэтому в начале координат у нас с вами и углы поворота равны. Итак, если мы умеем, согласно нашей классификации, мы имеем возможности несколько видов опор, в частности, три, да, шарнирно-неподвижные, шарнирно-подвижные опоры и защемление, то вот путем комбинации мы с вами можем найти величину начальных значений, постоянных интегрированных. А вот, например, зададите мне вопрос, у Фрединекиа, а если у меня опора не в начале координат, а она слева, консоль, а консоль, пожалуйста, и Y может быть не равен нулю, и φ не равно, ничего страшного, мы берем граничные условия, то есть, глядя на балку, мы смотрим на те точки, в которых балка опирается на основание, и там в этих опорах точно знаем, что проги правят нулю. Используя математическую формулу дифференциального соотношения для нас, механиков, проинтегрировав его, вместо начальных условий, мы берем граничные условия для определения, так сказать, постоянных интегрированных. Находя их из условий я, вот в частности в этом примере, в начале координат, мы с вами при Z нулевом точно знаем, что угол поворота и проги правят нулю, вот это уравнение 6. Проинтегрировав, мы, подставляя значение уравнений, записываем одно уравнение и второе. Вот одно уравнение, сейчас я это отодвину, вот оно, С, появилась наша пресловутая С, и оно определяется из граничных условий. Каких? Значит, если я знаю, что угол поворота или первое производное при нуле равно нулю, я, значит, в левой стороне ставлю ноль. Проинтегрировав, я получаю вот это выражение. Подставляя значение ноль вместо Z, я получаю, что С равно у меня нулю. Зная, что здесь С равно нулю, я подставляю это выражение в следующий интеграл, и уже получаю D равно нулю. Получив эти значения, я уже могу найти прогибы в любых точках. Задается вопрос. Мы закончили прошлую лекцию тем, что, а если у нас балка имеет очень много участков? Конечно, она может иметь немереное количество участков, тем более мы железнодорожники, мы занимаемся, так сказать, балкой, лежащей на шпалах. Представляете, сколько участков? Сколько колес, сколько участков, и еще они движутся. Ну, до движения мы будем заниматься в будущем году. Даст Бог, будем, может быть, вместе, а может кто-то другой у вас будет лектор. И хотелось бы быть, встречаться с вами вживую, чтобы, так сказать, с удовольствием рассказать вам и слушать ваши глаза, видеть, во-первых, чувствовать, что вы меня видите, и я когда смотрю, видно, кто понимает, кто немножко не догоняет, чтобы я выдержал какой-то темп. Но пока так. И слава Богу. Тут я вам хочу рассказать про так называемого инженера Deutschland. Немца Клебш, Каа, значит, Коля, Леша, Евгений, Борис, Иноше, что у нас есть? Шурик. Вот такое у него имя. Клебш. Этот инженер предложил ряд таких вот упрощений. То есть был неплохой математик. Представляете, если я для каждого участка буду составлять вот эти уравнения, и если у меня это бесчисленное количество уравнений, то я просто как бы замучаюсь. Поэтому он решил предложить универсализировать эти уравнения в зависимости, и независимо от количества участков, принять некоторые условия, которые мы должны выполнить, и тогда у нас появится одно универсальное уравнение, которое позволит найти углы поворота в любой точке, значит, многоучастковой балки, как его прогибы, так и углы поворота. Пока я говорил, вы, наверное, опять вспомнили и почитали. Теперь я хочу перейти к самой теме. Она виноват, не такая уж и большая с точки зрения количество слайдов. Поленился я тут. Видно? Hello! Everybody! Да-да-да, видно. Да, спасибо. И создался так называемый математический метод начальных параметров. Этот метод, вот написано, не требует составления выражений, изгибающих моментов и интегрирования сференциального уравнения изогнутой оси балки каждый раз. Самая беда при интегрировании, что на каждом участке у нас все время новые постоянные интегрирования. Почему? Они связаны с опорными, в смысле, с самими опорами. Поэтому число постоянных, независимо от количества участков, будут не более двух, С и Д, на любое количество участков. Число при этом постоянных подлежащих определений не превышает двух, независимо от количества участков балки. начальными параметрыми являются внутренние силовые факторы, в частности, изгибающий момент М нулевое, индекс 0, оба, что это такое? Индекс 0 обозначает, что это значение в начале координат. Какую мы систему координат приняли? Левостороннюю, поэтому, если мы возьмем левостороннюю систему координат, то сначала мы начертим горизонтальную линию, а вот вертикальную мы вычертим как можно левее, чтобы все это, весь чертеж у меня уместился в проблении. Величная сила Q нулевое, прогиб, где? Опять индекс 0, именно в начале координат и угол поворота. В начале координат. Пойдем дальше. Видите, как мы здесь быстро соскочили? Сразу готовый угол поворота и это самое. Тут я попробую вам немножко рассказать, какие же процессы мы здесь записали. Вот этот вот клепш мне, вот я у меня здесь в лекциях записано, я это помню наизусть, значит, он сказал, если на участке имеется распределенная нагрузка интенсивности Q, а вот она у меня здесь в данном случае в третьей степени это Q, и это Q, поднял руку, где? Махмуд Набиев поднял руку, попросить включить. Набиев, Махмуд, что случилось? у меня не видно, у вас видно, а экран черный стоит. Оп, махмуд, сейчас попробую еще раз. Мне просто сказали, что видно. теперь видно? Да, видно. Что-то у меня компьютер стал в последнее время. С первого раза не видно, а потом видно. Кому-то видно, кому-то не видно. Да, да. Да. Ну, а вы с самого начала видели, сейчас вот, когда я переключил, да, у вас изменилось? Или с самого начала не видно было? Да, все видно было. Только что. Все. Спасибо. Выключился. Так вот, если есть распределенная нагрузка, представьте ее на правом участке. Вот он. Мы записали мелко эти формулы, и если он располагается где-то это распределенная нагрузка, то мы сделаем следующий вывод. Если равномерно распределенная нагрузка не доходит до конца балки, то есть она где-то остается на участке, то ее добавляют до конца участка. А на добавленном участке прикладывают такую же нагрузку с обратной балкой. Показывают на чертеже. была нагрузка вот до сих пор. Вот она балка, вот она либо сторонняя система координат, вот эта точка О0, и здесь возникающий момент М0, здесь возникающая поперечная сила К0, здесь возникающий угол поворота ФИ и здесь возникающий прогиб У0. Все, что находится вне начала координат имеет индекс И, это расстояние от начала координат до А. Другое И для действия силы П от начала координат до точки Б. Далее, от начала координат начала реальной распределенной нагрузки интенсивности КУ. И вы, обращая внимание, если мы записали ее в виде формулы, то считается формула ее воспринимает, что она продолжает до конца балки, сколько бы участков права не было. Но я с обратным знаком записываю такую же КУ с началом ее с Д индексом И. Затем я говорю, что появилась реактивная, так сказать, равномерная нагрузка направлена противоположно реальной. И вот на этом участке сумма этих двух величин дает на ноль. Но это для чего сделано? Для того, чтобы появилась одна универсальная формула. Возвращаюсь вверх. Неизвестными в уравнениях методоначальных параметров являются геометрические параметры. Это у нулевое и фи нулевое, которые определяются из граничных условий. В данном случае из начальных условий. Почему? Да потому что, как математики, они все равно очень консервативные. Они, мы с вами называли граничными условиями, а они будут все время его называть начальными условиями, потому что задачи эти могут быть использованы и в медицине, и в зоологии, и в информатике. То есть эта формула сама по себе универсальна. Нам, механикам, подогнана, мы ее подогнали под свои нужды. Математика мать всех наук говорит, что это изначальных условий. Теперь обращаем ваше внимание на название нашей сегодняшней темы. Метод начальных параметров. Значит, эти геометрические и вон те внутренние силовые факторы М нулевое и К нулевое это и есть все четверо начальные параметры для нашей задачи. Обращаю ваше внимание на наши формулки. Они выделены отдельно. Если я хочу найти угол поворота в любой точке балки, то я обязан найти угол поворота в начальной точке для начального параметра. Что в этом уравнении? Что в этом уравнении? Здесь что добавилось? К моему φ нулевому добавилась величина у нулевое. Они считаются, что их надо прежде найти, поэтому и тема называется метод начальных параметров. Знаки перед членами в квадратных скопах определяются знаками соответствующих силовых факторов. Что это значит? Слишком мудренно написано за хридинокер. Знаки определяются перед силовыми факторами как? Вспомним правило знаков для изгибающего момента. Кто скажет? Для изгибающего момента правило знаков таково. Если от действия момента растягиваются нижние волокна, значит, у нас с вами знак плюс. Если от действия внешней силы растягиваются нижние волокна, значит, у нас с вами плюс. Если от действия распределенной нагрузки, интенсивности растягиваются нижние волокна, минус. Ну, фу, знак плюс. Если растягиваются верхние волокна, то у всех троих будет знак минус. Для чего мы это сделали? Мы, как я вам в прошлый раз говорил, специально использовали впереди знак минус в этих формулах. мы в дифференциальном уравнении записали знак минус с условием, что мы сделаем левую стороннюю систему координат, направив ось Y вниз, тогда правило знаков для всех их останется как для изгибающего момента. граничные условия. Вот здесь, конечно, в спешке поставлен шарнир, прошу прощения, дорогие студенты, ребята, здесь нет никакого шарнира, здесь защемление. И поскольку это начало координат, это Y вниз, Z вправо, сейчас заканчивается, хорошо, я понял, вправо, вот с левой стороны в начале координат, вот этот вот кругляшок, прошу представить, что его нету, у нас угол поворота равен нулю, и проги правен нулю, а вот случай, шарнирно-подвижная опора в начале координат, и шарнирно-неподвижная опора, вот здесь вот Y вниз, Z вправо, как же здесь найти две, нам обязательно, для того, чтобы найти начальные координаты, обязательно нам надо граничные условия, вы скажете, Захар Дзинаке, вот в этом случае, Фи нулевой, это не равно нулю, я скажу, тогда ищите то точку, ту точку, где точно вы знаете, что-то должно быть равно нулю, ага, говорите вы, в начале координат, вы находите точку, где проги правен нулю, и глядите дальше, где-то подальше у вас справее появляется опора, и эта опора говорит о том, что здесь точно у равен нулю, сколько нам надо найти для того, чтобы решить задачу, два начальных условия, два начальных параметра, простите, найдя величины двух параметров, все прогибы, все углы поворота, в том числе точная картина, как же это изогнется от действия силы, мы с вами получим аналитически. Ребята, дорогие студенты, у кого есть вопросы? Все молодцы, все здоровы, крепкого всем здоровья, Джохангир, Даниэль, да, да, я здесь. Ну, крепкого вам здоровья, есть вопросы? Нет, нет вопросов, нет. Назирочка, все не знаем, нет? Ну, ладно, ну, ладно. Будьте здоровы, крепкого вам здоровья, удачной работы, завершение всех РГР до Нового Года, берегите себя, до следующей встречи. Я к вам зайду, худохолеса, с новой темой. Да, с Богом, увидимся, берегите себя, до свидания. Большое до свидания, будьте здоровы.